Содержание дороги Нарьенмар-Красная вновь в центре внимания. Жители посёлка в очередной раз пожаловались на сложную проходимость трассы главе региона. Сегодня на транспортную артерию отправились проверяющие. Перемёт и колейность такая, что не могут разъехаться два автомобиля. Такая картина возникает на дороге Нарьенмар-Красная каждую зиму. Очень плохое содержание дороги. В основном, когда метели, её вообще практически нет. Ездить невозможно. Машины стоят по три-четыре часа. Толку нет. Даже, допустим, вот сейчас они чистят её, а чистят они её плохо. На маленькой машинке ехать неудобно. Можно оставить подвеску там всю. В районе Красного убрано более-менее нормально. После Лиственнички дорога убрана плохо, узкая. Две машины не разъезжаются. Приходится ждать стоять. Недавно так у нас дороги почти не было. Грубо говоря, день через день так не угадаешь. Как пояснили в подрядной организации, дорога действительно содержалась не в полную меру. Всё потому, что многие работники Нарьенмар-Дорьемстроя, задействованные на уборке трассы, заболели коронавирусом и предприятие физически не могло справляться с работой. Было 18 человек, ушли те самые необходимые, которые именно на тех единицах, которые для К-700, грейдеры, шнеки, значит, 4 человека вот сейчас вышло, слава Богу, на линию. И на данный момент для той самой очистки, это шнек, то что необходимо, грейдер и К-700. И тот самый бульдозер, который занимается снегсдержанием. Четыре единицы работают. После жалоб автомобилистов, в ходе еженедельного рабочего совещания, глава региона Юрий Бездудный поручил усилить контроль за состоянием дороги профильному департаменту. Сегодня сделал выезд с представителем департамента на легковом автотранспорте, чтобы уже по максимуму прочувствовать дорогу. Но могу сказать, что дорога, то есть первое, приехать можно, то есть скорость на отдельных участках до 100, а так в среднем около 60 км в час можно было ехать. При этом на отдельных участках немножко приходилось притормаживать. Таких участков несколько в районе рек Тундровка, Лиственичная и Хундюк. Сложности с проездом возникают и перед мостом через реку Пятумбой, где дорожники разровняли специальную площадку, которая должна предотвращать переметы. Убираем все, где трудные участки, расширяем так, стараемся. Такая технология по снегозадержанию применяется здесь уже не первый год и хорошо себя зарекомендовала. Как говорят на предприятии, участки трассы остаются практически незаметенными в течение одного-двух месяцев, в зависимости от погоды. У нас сейчас с ремонта выходит на следующей неделе еще один бульдозер, потому что техника ДРСУ не настолько молода, требует ремонта периодически. Поэтому у нас выходит сейчас еще один бульдозер. И вот мы поставим как раз на те участки, чтобы они на нескольких участках были. В помощь дорожникам на днях будет отправлена дополнительная единица техники. Мы подготовлен недостающий комплект документов и рассчитываем получить разрешение на предоставление в аренду Кировца, который был приобретен специально для этого центра строительного заказчика несколько лет назад. И эта единица позволит в случае необходимости на Красном, даже либо на Лаевожской дороге... Это в прошлом году она работала же? Да, она работала, показала свою большую эффективность. Ну, я понимаю, что ему достаточно одного даже... Ему туда-сюда достаточно походить. Да, пойти и все. Добавлю, техника на Ренмар-Дориемстроя выходит на трассу для уборки снега в две смены. В каждую задействована по четыре единицы техники. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Оленид Шишakov, Телеканал Север. Продолжение следует...